Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-й чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк и представляю вашему вниманию хит-парад ничьих, доска почета или позора современных шахмат, как гроссмейстеры экстра-класса в многочисленных онлайн-турнирах, которые происходят сегодня, находят общий язык и соглашаются на ничью. Таких способов заключить гроссмейстерскую ничью огромное множество. Я уверена, что наши любознательные зрители знают не один десяток из них. В этом видео я говорю только о пяти таких способах, но делитесь комментариями, рассказывайте о других возможностях сыграть в ничью и, возможно, в следующих хит-парадах мы разберем именно предложенные вами варианты. А сейчас пятое место нашего хит-парада ничья в английской атаке варианта Найдерфа. Белые начинают партию Е4 ходом, С5, сицилианская защита. На пятом ходу вариант Найдерфа, ход А6, слон Е3 и все идет к тому, что нас ожидает острая интересная игра. Но черные делают ход конь Ж4, атакуют слона Е3, слон С1. Черный конь не так удачно расположен на Ж4 и он возвращается обратно на Ф6. И здесь у белых вновь развилка. Они могут все-таки попытаться сыграть английскую атаку, начав предварительно ходом Ф3, защитив поле Ж4 и лишь потом сыграть слон Е3. Либо избрав одну из многочисленных возможностей встретить вариант Найдерфа каким-то другим способом, таким как слон Ж5, слон С4, слон Е2, А3, конь Б3. Чего только нет в современной шахматной теории сейчас на вариант Найдерфа. Но нет, белые настаивают на своем. Слон Е3, конь Ж4, слон С1, конь Ф6. И это повторение ходов, которое встречается достаточно часто на самом высоком уровне, занимает пятое место нашего хит-парада. На четвертую строчку я поставила один из вариантов ферзевого гамбита, в котором гроссмейстеры также очень часто подписывают мировую. Смотрим, как закончились несколько партий в турнирах Магнуса Карлсона между гроссмейстерами экстра-класса. Итак, Д4, конь Ф6, С4, Е6, конь Ф3, Д5, конь С3, слон Е7. На доске отказанный ферзевый гамбит. Классический дебют. Тут у белых много разных возможностей. Главные две возможности — это развить слона либо на Ж5, либо на Ф4. Слон Ф4 сыграно было в тех партиях, о которых я говорю здесь. 0-0 Е3, конь БД7. И сделан ход А3. Наверное, самым распространенным здесь способом за белых побороться за перевес является ход С5, закрывающий ферзевый фланг. Огромное количество партий сыграно и на этот вариант, но в наш хит-парад попали партии после А3. С5 ходят черные, они уже готовы к этому продвижению. СД, конь Д5, конь Д5, ЕД, ДС, конь С5. И на доске позиция с изолятором, с изолированной пешкой на Д5. Слон Е5 переводит белые слона вот таким вот интересным образом на большую диагональ. Слон Ф5, слон Е2, слон Ф6. Разменивая этого слона, ферзь Ф6, пешка на Д5 под боем, но ничего в этом страшного нет, так как черные напали и на пешку Б2. Ферзь Д4, ферзь Д6, ладья Д1, ладья ФД8. И здесь гроссмейстеры часто соглашались на ничью вот таким вот повторением ходов. Не хотели белые играть дальше, пытаться как-то использовать ослабленность изолированной пешки. И таким образом достаточно большое количество партий завершилось в ничью. Переходим к третьему месту нашего хит-парада. На третьем месте нашего хит-парада разнообразные Грюнфельды, где черные в тот или иной момент бьют ферзем на С3, а белые, преследуя этого ферзя, заканчивают партию в ничью. Ну, например, посмотрим такую партию. Д4, конь Ф6, С4, Ж6, конь С3, Д5, защита Грюнфельда, СД, конь Д5, Е4, конь С3, БЦ, слон Ж7. Пока все продвигается по известным образцам. Конь Ф3, С5, слон Е3, ферзь А5, конь Д2. И здесь в тех партиях, которые попали в наш хит-парад, черные либо ходили конь Д7, либо ходили 0-0, на что белые отвечали конь Б3. И после ферзь С3, слон Д2, ферзь Б2, слон С1, ферзь С3, слон Д2 соперники соглашались на ничью. Это не один способ сделать ничью в защите Грюнфельда, но мне кажется, один из самых известных. На втором месте нашего хит-парада берлинская стена, берлинская защита, берлинский вариант. Не знаю, как его назвать, но всем он известен просто под названием Берлин. И вот эта позиция, наверное, скоро будет сниться и любителям шахмат, и игрокам. Потому что в тех самых упомянутых уже мною турнирах, онлайн-турнирах Магнуса Карлсона, около 20, возможно, и больше партий закончились вот именно этим повторением ходов. Как получается эта позиция? Возникает она из испанской партии берлинского варианта. 0-0, конь Е4, Д4, конь Д6. И здесь не переход в берлинский эншпиль, и затем размен на Д8, а ход ДЕ. Интересно выглядящий ход. Белые временно отдают слона на Б5, конь Б5, но выясняется, что после А4 коню с Б5 некуда бежать, везде он погибает. Конь Д4 ходят черные, как правило, на конь Д4, конь Д4, ферзь Д4 делают ход Д5. И белые чаще всего, если они уже пошли на эту позицию, берут на Д5 ЕД. И после ферзь Д6 возникает та позиция, о которой мы говорим. Один из лидеров нашего ничейного хит-парада. Повторение в Берлине. Я, скорее всего, назвала бы это повторение ходов победителем нашего хит-парада, но в современных шахматах, безусловно, на первое место ставится дебют Банклауда. Итак, первое место. Даже не по популярности и не по встречаемости этой позиции в современной практике, а по тому резонансу, который последовал после того, как ни много ни мало действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсон и Хикару Накамура в одном из онлайн-турниров согласились на ничью таким необычным способом. Возможно, вы уже видели мое видео в дебютах за минуту по поводу этого повторения ходов, но расскажем о нем еще раз. Итак, Е4, Е5. Все, казалось бы, идет к тому, что будет разыграна испанская партия, либо какой-то другой классический вариант, но нет, следует король Е2. Я уже отмечала, что этот ход очень-очень плохой. Белые зачем-то шагают королем вперед, лишают себя возможности рокироваться, блокируют свои фигуры, ну и, безусловно, у черных сразу же очень-очень большой перевес. Они могут атаковать в центре ходом Д5, они могут продолжить развитие и играть, как ни в чем не бывало, а белым придется мучиться со своим королем. Но нет, заметьте, на ход король Е2 Хикару Накамура не попытался подчеркнуть недостатки этого хода, а сыграл. Тут следует барабанная дробь. Король Е7. Забавная позиция. Но стоит добавить, что соперники согласились на ничью вот таким вот образом. А несколькими месяцами позже в отборочном евро-гибриде, чемпионате Европы по новшеству современных шахмат в системе гибрида, Владимир Федосеев с Максимом Матлаковым продлили теорию этого варианта и согласились на ничью после небольшого танго королей по доске. Вот таким вот образом современные гроссмейстеры делают ничью в шахматах. А какие еще способы гроссмейстерских ничьих вам известны? Оставляйте партии, в которых случились эти варианты в комментариях. И, как я уже сказала, возможно, в следующих хит-парадах я расскажу и об этих способах сделать ничью. А их, поверьте мне, очень много. Играйте в шахматы. Не делайте ничьи так быстро. С вами была Александра Костенюк. С вами была Александра Костенюк.